Привет. Я Алексей. Наша программа День Люди События. В этот день в Петербурге после реставрации торжественно открыт Анечков мост. Трехпролетний Анечков мост, один из самых известных мостов Санкт-Петербурга, был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Своё название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником Анечковым. 20 ноября, 2 декабря 1841 года Анечков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором Шинкелем в 1820-х годах. В последующие годы мост еще не раз реконструировался и реставрировался. Второе событие. Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота. В 1952 году Батист установил на Кубе диктаторский режим. В скором времени в республике против него началось повстанческое движение, которое возглавил выпускник Гаванского университета, молодой адвокат Фидель Кастро Рус, родом из провинции Ориенти. 26 июля 1953 года группа вооруженных людей во главе с Кастро попыталась захватить армейские казармы в крепости Манькада в городе Сантьюга де Куба. Однако революционеры потерпели поражение. Большинство повстанцев были арестованы. Кастро с его сподвижниками судили и приговорили к двум годам тюрьмы. По окончанию срока, в 1955 году, их выслали за пределы Кубы. Тем не менее, Кастро не оставил надежду свергнуть диктатора. В США и Мексике ему удалось организовать движение 26 июля. Революционеры стали активно готовиться к вооруженному перевороту. Фидель организовал повстанческую армию, которая в течение 1956-1958 годов распространила свои действия на другие районы Кубы. В решающих боях в конце 1958 года армия Фидель разгромила правительственные войска. 1 января 1959 года повстанцы вступили в Гавану, где Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников-революционеров. В феврале 1959 года он занял пост главы правительства. В 1976 году объявил себя председателем Государственного совета Кубинской национальной ассамблеи и тем самым совместил посты главы правительства и главы государства.